Ну-ка, ну-ка, а мы на стене Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей И сегодня у нас будет видео о покупках Дэня, поздоровайся Привет, скажи Девчонки, привет Маши ручкой вот так Привет, скажи Вот так вот В общем, в последнее время на распродаже У нас были распродажи За последнее время на распродажах Я набрала кое-какие продукты И хотела вам показать Это одежда и кое-что даже из косметики есть И аксессуары Хочу скорее вам показать Потому что я безумно довольна всеми покупками, которые я взяла И плюс это еще и получилось намного дешевле Практически в два раза 50% скидка Намного Да, черный пакет уже тут валяется И подушка валяется Он уже все испортил Итак, с чего мы начнем Давайте мы начнем А, вот здесь какая-то маленькая У меня штучка лежала Да Бень Да Да, да Не мешай, мам Стой Ладно, давайте начнем С самой вообще офигенской покупки Потому что она реально не стоит своих денег Я не буду даже говорить За сколько я купила эту куртку Эта куртка вот такая вот Вот такого цвета Не знаю Красный кирпич, что ли, да? Какая-то она Бордо С чем-то Ну, в общем, прикольный цвет Очень Кирпич Кирпич, да? Больше похожа Кирпично-малиновая Кирпично-малиновая, да Она мне понравилась тем, что Она была последняя И в других магазинах, в которых я заходила Ну, просто не было вообще Ни модели похожие Ни цвета похожего Поэтому я не буду даже говорить Сколько она стоит Она реально стоит практически даром Мне обошлась Она реально очень крутая И мне она понравилась Я вам сейчас, конечно, покажу Как она смотрится У нее необычный, то есть Она не похожа на остальные куртки У нее, во-первых, необычный ворот Он длиннее, заостреннее Она прям приталенная Я мерила там и другие курточки В эту цену Которых было совсем там руками посчитать Ну, вот смотрите, да? То есть она вот здесь вот раз И заклепывается еще высоко То есть таких курточек немного В общем, я покажу, как она смотрится на мне Она очень крутая, приталенная Классная Она, конечно же, это не кожа Это эко-кожа Кожа-зам какой-то, да? Но она очень круто смотрится И очень похожа на кожу Она очень крутая Я скажу, где я купила эту курточку Я купила ее Я купила ее Котон 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 Ты знаешь, что такое магазин? Я слышала, да В общем, там на самом деле Очень много было всего интересного Блин, я жалею Там были такие платьюшки Реально на распродаже Висели так недорого Но я была с малышом Мне не очень было удобно покупать Там реально были очень крутые платья Там очень много всего Короче, я открыла себе этот магазинчик Вот с этой курткой Я с удовольствием буду ее таскать У меня была такая куртка Гуччи Я ее продала в комиссионный магазин В Твери И о чем на самом деле Очень жалею сейчас На тот момент я ее практически не носила У меня все друзья такие были Как бы, ну, простые ребята Одевались все очень скромно И я не любила, на самом деле В таких компаниях Одевать что-то такое вычурное Там шубы какие-то Или крутые брендовые вещи Поэтому в то время Я как-то все это продала Потому что мне вот нравилось Именно что-то простое Вообще не выделяющееся Чтоб не это Ну и тем более Как бы деньги не мешали Тогда на что-то другое потратить Она была вот такого цвета Примерно В общем, я ее вспоминаю И вот теперь, да Купила вот такую Вообще, вообще могу порекомендовать вам, девчонки Какая бы ситуация жизненная у вас не была Не продавайте свои драгоценности И всякие вещи Оставляйте Пусть будут Хотя, может быть, если бы они были То бы я ее и не носила Висела бы она и пылилась А сейчас женщина, которая купила ее Она радуется Потому что я пишу, что хочет Потому что она была очень счастлива Когда ее купила Орел, шумит А вы-то давно прикалываетесь, похоже, да? Что здесь торчит? Что-то торчит все Я тут все готовлю Тут все торчит Где? 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 Что вы тут торчит? Так, не хочу, чтобы торчал Ничего Вот Дальше это нашумевшие мои ботфорды Которые я сделала пост в инстаграм И честно говоря, да, поднялся такой Ну как бы очень много было комментариев И я уже высказывалась об этом во влоге Потому что комментарии были на самом деле Очень некоторые некрасивые Конечно, нужно готовиться ко всему Но почему-то я ожидала Что, ну как бы Одно дело там нравится и не нравится А другое дело ужасно Просто отвратительно Снимет и немедленно Вплоть до того, что у тебя плохой вкус Хотя я их покупала в Zara И Zara, я считаю Не побоюсь этого слова Повторюсь Я считаю, это трендовый магазин И на мое удивление Вот они ботфорды Очень красивый трендовый цвет На мое удивление Эти ботфорды Так как я не люблю Вот такие вот носы Да Они не просто классика Они немножко удлиненные еще И плюс я не носила Конечно, такие маленькие Никогда каблучки Но дело в том, что Мне не нужны были высокие каблуки Для меня высокие каблуки Это кричащий Как бы такой вариант Влекающий внимание Это совершенно конкретно на выход Я, конечно Как бы и на выход искала Но в то же самое время Я постоянно с ребенком То есть выход с ребенком А это подразумевает Под себя ровную подошву Либо маленький каблучок Чтобы в них было удобно И знаете Хоть я и не люблю удлиненные носы Но вот в этом варианте Я не увидела Даже красинка моя сегодня померила И я не увидела Чтобы они сильно увеличивали И удлиняли ногу Они действительно очень утонченные Смотрятся на ноге И в этом даже что-то есть Что это не просто обычные Как обычная обувь А за счет того, что оно удлиненное Все-таки есть какая-то трендовость В этом во всем И ты уже себя чувствуешь Более модной чикой И конечно же Под эти бадфорты Я купила себе еще два свитера Очень крутых Сейчас я их покажу тоже вам А пока посмотрите на эти бадфорты Крутые Я же что еще не сказала Что когда я Когда они были на витрине Просто на витрине Я на самом деле такая думаю Ну смешные Но я люблю все такое Знаете Вот вычурное Вижу такая думаю О, побегу, померю Я бегу, мерю Только поворачиваюсь к зеркалу Вау Все, я понимаю Что я хочу купить Понимаете И да Это любовь с первого взгляда У нас с этими бадфордами Сзади, кстати Мне очень нравится Вот такой вот Вот такой вот Вот такая вот штучка Красивая Блестит Фурнитура Костенька подсказывает Вот Здесь, кстати, идут Запасные Запасные Даже набоечки еще Так Под эти бадфорты Я себе Естественно В инстаграм Я выкладывала видео На самом деле Зашла просто в Зару Думаю Дай выложу девчонкам Еще в другом ракурсе Эти бадфорды Может быть я как-то Неудачно сфотографировалась Или еще что-то Думаю Найду сейчас То, что я под них Собираюсь носить И то, что действительно Будет их подчеркивать И вот прям необычно Так, знаете Ну вот как-то вот так Стильно получится И я сфотографировала Зашла в Зару Там один свитер Взяла другой свитер И потом я ночами Спать не могу Думаю Блин, какой свитер А он там был один Или два И нужно срочно Пойти взять Пока они со скидкой Хотя скидка Знаете Это уже Ну как бы Большая скидка Так он стоил Три с половиной А так вот эти свитера Две тысячи В общем Вы увидите Этот свитер Он очень крутой Он очень такой Знаете Такой прям Вообще на расслабоне Как бы Да Вот для меня Хотя он достаточно теплый Я думаю Что в нем Конечно Если в помещении Вот находиться Я не очень люблю Такие свитера Теплые В помещении Будет довольно жарко Этот свитер Рассчитан Наверное на то Чтобы одеть Какую-нибудь Косуху Кожаную курточку И гулять по улице Вот так было бы Замечательно Короче Вот такой вот Вязанный На расслабоне С такими Всякими Как бы Порватыми Висящечками Такими Ну короче Он очень круто сделал Вы просто сейчас увидите Посмотрите И под ботфорты Замечательно Это такой более Такой светлый вариант Такой более Такой контрастный А еще я взяла Такой Так же свитер Он тоже такого Примерно цвета Да Вот Ну они будут гармонировать Вместе Это более Такой знаете Такой прям даже Вечерний Мне кажется Вариант Потому что Если накрасить Еще губы Такого цвета Накрутить локоны Одеть Вот эти вот Ботфорды Будет очень Так знаете Уже более Такой вечерний Такой более Такой Более Такой Интересный Образ И тоже Удлиненная Но это я уже взяла Не в Заре Это я взяла В Бершке Потому что В Заре А я взяла За 1000 рублей Так он стоил Две А со скидкой За 1000 рублей Взяла И он очень классный На самом деле Даже по фасону По длине И по материалу Мне понравилось Больше Чем то что я Находила в Заре Удлиненная И под эти Ботфорды Прям и хочется Так вот знаете Такие какие-то Большие Громоздкие Свитера И вот мне прям Хотелось Именно такой цвет Взять И такой И вот я их взяла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжим с Зарой В Заре Кстати я давно смотрела На вот такие вот штаники Вот такие вот штаники У меня С полосочками Ну знаете Я очень люблю клетку Но не вся клетка Мне на самом деле Подходит И когда на витрине Вот эти вот брючки Лежали Они кажутся Денечка Ты уже взял сосочку Все К сну готовишься На витрине Они лежат И кажутся короткими Я вот ходила Я вам честно скажу Много ходила Долго ходила Я видела эти брюки Долго здесь И с красными полосками С коричневыми В общем разные Есть черные Там серые Не мерила И в общем взяла И померила Эску Девчонки идеально сидят И они не короткие Да они укороченные Но они не короткие То есть это не так Что я прям думала Как бриджи Потому что они реально Выглядят как бриджи Они реально длинные Вот на крестинку Они вообще Прям в плиты А мне ну вот так Не хватает Обычную какую-то Я свою обувь одеваю Но как они стройнят Вы увидите Такая попка Вот я сегодня у них была Да? Ну да Они очень круто сидят Прям по фигурке И все подтягивают Все знаете почти пушап И они до Талии Я думаю вам понравится Посмотрите И если вы еще не мерили Обязательно померьте Такие стоят 2000 Но они без скидки То есть это видимо новая коллекция Либо они просто В ходу Поэтому скидку на них Не дали Что еще в Заре я приобрела Очки Смотрите какой футляр Я когда футляр увидела Думаю ну вообще Сто пудов я должна их взять Очки были со скидкой Так они стоили полторы Так я их купила За 600 рублей Сами поймете почему Потому что они с розовой Нежной А правой Наконец таки Я могу теперь снять Вот это хиры Хиробору Как говорит Маленок Знаете что очки Как и шапки Я очень люблю менять Очков никогда много не бывает Заровских Тем более у меня были одни очки Где-то даже до сих пор лежат Но вот эти мне кажется Очень стильные Крис Как тебе Да Тебе под волосы Очень похоже И под волосы И вообще как-то они Лисички мне вот эти идут И вот красивая конточка Классика Классика Ты мне говорила кстати Что я розовые Хотела чтобы у меня были Ну не такие наверное нежные Ты хотела более яркие Но по-моему эти крутые Да Это прям точный Что их цвет Да Классно Мне они очень нравятся И качественно сделаны Были последние В Меге По-моему Я взяла последние Ну и футлярчик Здесь все как положено Все очень Классненько Еще так же Такой цвет Который подойдет Под все Потому что у нас до этого Были например Коричнево-синий Да такие Они вот не под все Подходили Если я одевала Что-то светлое То как-то темная обувь Выглядит Сразу как-то ярко Да А здесь вот Будет все очень классно Ну тем более Азара Они очень стильные Я посмотрела Это размер Я взяла нам уже 23 Он идеально подходит Надеюсь он и сможет Проносить их Хотя бы сезончик Потому что детская Все очень-очень Быстренько У нас Да Становится маленьким Но размер больше Например 24 Он уже был очень большой Совсем большой Поэтому 23 наш Вот такой крутой Модный пацан Вот такой крутой Модный пацан Теперь у меня Буди Еще я взяла Вот такую шапку Кстати хотела вам Показать как она смотрится Все-таки на волосы Которые выпрямлены Вот так Взяла я ее В красном кубе И мне она понравилась Потому что она какая-то Такая знаете Необычная Именно за счет этой За счет этой фурнитуры Вот кстати да Она немножко большая На меня Нужно ее немного Ушить как-то Не ну она большая Вот я так хожу Она как бы У меня на глазки папит Ну так тоже можно Конечно Вот На самом деле Девчонки Не обязательно покупать Она вообще была там Одна тоже Не помню в горизонте Это было Или в меге Тоже не помню Но вы любую Свою черную шапку Если ну она просто вязаная Да Можете украсить Вот такой вот фурнитурой Посмотрите Как красиво Сразу шапочка Она становится Какой-то такой Вот интересной Ну например Под куртку я подумала Под черную Да Или вот Ту же куртку Она уже более Выглядит не по спортивному Да А более такая Какая-то Какой-то необычный образ И очки А ну как да Как раз вот сейчас Начнет весна Бить в глаза Начнет Ну разве они на стиле Дама Покупочки Ну по-моему Очень классно По-моему Все очень-очень классно А что спеть Какую песню спеть Крис Давай Бери любую песню Сейчас поем А мы на стиле Мы на стиле А как там начинаться Ну-ка А мы А мы на стиле Если вы не знаете услов Просто пейте Та-да-да-да-й Тем, тебе нравится Тоже А ну и последнее Что я взяла Это Это, как вы помните, у меня хайлайтер, который... Не хайлайтер, а контуринг, который постоянно ржит мои скулы. То есть у меня всё с ржаной, вот как бы, да. И многие девчонки замечали, ну, я сама как бы не слепыш, я тоже всё вижу. На самом деле много что я вижу, когда я делаю что-то не так, знаете. Конечно, я очень самокритична, но это не мешает мне выставлять какие-то видео, где я вижу, где можно покритиковать. Просто не так-то сложно, не так-то просто всё это менять. И тем не менее мне не страшно что-то выложить вам на суд, да. Тем более комментарии всё равно отключаю. Не страшно, да. Но девчонки как бы мои, они как бы говорят мне, да, аккуратненько что-то где-то, не в комментариях крича, да, а мне в личку, там, вот этот, вот этот момент можно было бы поправить, да. И да, я знаю, что многие мои косметические продукты, контуринги, они рыжили. И я решила зайти, уже давно хожу и говорю, давайте мне какой-нибудь контуринг, который не рыжит, чтобы была тень естественная. И мне посоветовали сначала, я, естественно, когда подхожу куда-то, я говорю, давайте мне из бюджетного что-то. Если уж в бюджетном нет, то тогда покажите мне что-нибудь из люксового, да. То есть я готова заплатить, но просто я не люблю, когда, если я сейчас такой же цвет, аналогичный, найду в бюджете за 400-500 рублей, зачем мне за полторы-две покупать что-то дорогое, да. И она мне сразу сказала, что Ева Мозаик, как-то она вот ударение туда сделала, почему-то я раньше Мозаик называла. Это вроде правильно Ева Мозаик говорить, да. Здесь тоже вот такая палетка, она состоит из двух. Она одна у них, поэтому, в принципе, номера, я думаю, здесь нету. И здесь реально цвет, очень я уже его попробовала, он очень такой холодный. Вот этот светлый и вот такой вот холодный, вот, знаете, прям вот делает тень. Мне очень понравилось, он на мне сейчас, не знаю, видите, вырежено или нет, я довольно-таки много его нанесла. Мне, в принципе, понравилось, он отличается кардинально от тех контурингов, которые у меня были. Ну, я говорю, ну, будущее так вот мне покажите тогда, если из люксового где-то. Но она говорит, есть, ой, у меня даже есть косметика этой продукции, Smashbox, да, Smashbox называется. Это косметика, и там тоже была палетка, но там такой цвет, вот, то есть аналогичный, вот этот вот и тот, они прям очень-очень похожи. В большой такой палетке, я даже не спросила, сколько она стоит, потому что я брала, помню, эту косметику, именно когда собиралась работать визажистом. Я отучилась несколько уроков, да, не похоже, может быть, но, да, это было давно. И я сразу пошла к себе и купила кучу косметики именно вот этой вот марки Smashbox, по-моему, если я не ошибаюсь, она правильно называется. И у меня контуринг до сих пор где-то есть, почему-то я купила его очень темный. Карандаши какие-то есть, ну, в общем, есть там косметика оттуда. Вот, в общем, я довольна, если кто-то ищет себе контуринг какой-то такой же, чтобы он не рыжил, попробуйте, обратите внимание на Evo Mosaic. Именно вот такая палетка для контурирования лица, вот такая из двух штучек здесь есть. Ну, всё, все покупочки я показала, безумно ими довольна, счастлива. И фотографироваться, снимать для вас, ну и вообще просто обращать на себя приятное внимание людей. Всё, я вас люблю, целую. Если что-то было вам полезно и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди много новых интересных видео. Мы с малышом сейчас будем укладываться баиньки. Я его уложу и буду монтировать вам видео. Всё, я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока-пока. Пока, скажи. 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 Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok